На сегодняшний день Брестская область супрационничает с пятью провинциями Китая. Товарооборот помеж в областью и Китайской республикой за минулый год склал около 100 миллионов долларов. Их это не много. Олеся Броуский-Односины помеж Белоруссией и Китаем, активизация двухбокового супрационничества открывает перспективы больше тесных контактов. На встречу у Абл-Ваканками гости с провинции Ганьсу и кировництва Брестской области обмерковали сферы взаимодействия, уприватности, пытаний, уделу китайского бизнеса у сельско-господарчевой творчести региона. Делегация провинции Ганьсу уже побывала в минулом году на Брестщине. Гости с Патнебесной цикавились мягчимостью инвестирования в развитие двух сельгаз-предприемств Ивановского района Октябрь Агра и Боровица. Сегодня ГТС-подарки находятся в неопростом финансовом становище, как поздравить их экономику необходимой инвестиции. Китайская делегация, в складе которой, как работники урадовых организаций провинции Ганьсу, так и предпринимальники, выказала зацікавленность у набыти основных активов этих сельгаз-предприемств. Основной метой нашего визита з'является наладживание супрацовництва у голени сельской господарки. Еще ранее мы побывали в Ивановском районе, наведали две господарки, нас зацікавила мягчимость их набыття. Сподзаємся, что, выкористовываючи передовые технологии и материальные сродки провинции Ганьсу, мы зможем полепшить якость продукции, зможем поширить витворчість і каналы збыту гэтай продукції. Поставлять я її у Китай. Предприятия непрості, нужны інвестиції, нужны вливання фінансових средств для того, щоб їх оздоровити. Ми не ставимо целью менять какую-то схему или систему работы на земле. Це, естественно, сельхозпроизводство – главна цель. Естественно, любая продажа предприятия буде только с согласием глави государства. Ми просто так ничего продавати не намерены і не будем продавати. Естественно, то, що ми преследуємо, це сохранити рабочі місця, які сьогодні є, в обязательному порядку, увеличити, нарастити об'ємы производства, звісно, увеличити производство продукції на одного працювающего, ну, відкрити, може, нові якісь, і перерабатываючі, навіть підприятия, якщо китайська країна пойдет на цей путь, ну, а главное – дати можливість людям працювати. А крім агитага, гості з Китає і керівництва в області обмерковали перспективи супрацівництва у галіні туризму, адукації і культури. Людмила Салзина, Сергій Мацівійчук, Телерадиокомпанія «Брест».